Очень такой, ну, злобноватый, я бы сказала. Один своенравный, другой покладистый, третий и кривый. Три характера в одной упряжке. Не беда, говорят наездники. Опытные лошади даже в таком составе покажут фигуры высшего пилотажа. С разворотом из рыси в голоб, по прямой и по диагонали. Это так называемая фигурная езда. Есть еще и призовая, на скорость. Наездников, как незадачливых школьников, называют троечниками. Но они этим именем гордятся. Говорят, место это в русской тройке почетное. Запряжка из трех лошадей, по сути, феномен. Национальная гордость, посмотреть на которую в этот раз специально приехали даже конники из Финляндии. В Финляндии троек нет, в России тройки есть. Это чисто русская упряжка. И все очень любят, это очень известное во всем мире. Интересно для всех. Финские наездники тоже оседлали коней. Только уже в одиночном заезде. И впервые в истории праздника в Ярофейке прошли международные соревнования. В них финский спортсмен буквально на полшага обогнал волокжанинам. Традиционно в скорости состязались и конники из соседних регионов. Костромы и Ярославля. Это все-таки исторически сложилось. И мы не должны этого терять. А вот этим лошадкам пришлось тянуть за собой поклажу в 800 килограммов. Один круг на скорость. Но тяжеловозам к таким испытаниям не привыкать. Рабочая сила. Круглый год трудятся на полях. А на соревнованиях выступают даже ветераны. Старая лошадь ехала, допустим, 22 года. Если сосчитать с человеческим возрастом, умножить на 4, получается 88 лет. Несмотря на преклонный возраст, фору даст любой молодой кобыле, делится хозяева. В заезде тяжеловозов легионка взяла главную награду. Живых коней на ипподроме сменили кони железные. Заезды каракатов или, как их еще называют, драндулетов уже стали традиционными на празднике. На таком, конечно, с ветерком не прокатиться, но зато он пройдет там, где любая другая техника ни за что не проедет. И по болоту, и по глубокому снегу, на рыбалку и на охоту. Такие чудо-машины мастера собирают своими руками. В ход идут детали, все имеющиеся в доме старой техники. Этот каракат называется «Болотный бегемотик». Детали от отечественных машин, от АК, мосты Нива, двигатель АК, мосты от Нивы, раздаточная коробка от Нивы. Ну а остальное все железо, все в магазине. Кому-то по количеству лошадиных сил, кому-то для души. На празднике каждому свой конь нашелся. Алена Шипилова, Василий Попорин. Новости Вологды из Вологодского района.